На самом деле для человека, стоящего здесь, очень важен ваш отклик, ваше понимание, поэтому спасибо за то, что вы так остро реагируете, это очень важно. И свой блог я завершаю песней Александра Галича. И к этой песне, как ни странно, очень, вообще как ни странно, мне не странно, подходит цитата из Александра Сергеевича Пушкина. Такая коротенькая. Мне скучно без что делать, Фауст. Таков вам положен предел, его же никто не приступает. Вся тварь разумная скучает, иной от лени тот отдел. Кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру. И всяк зевает, и живет их всех, вас гроб зеваю ждет. Зевай и ты. Я считал слонов, и в нечет, и в чет, и все-таки я не уснул. И тут ко мне явился мой черт, и уселся верхом на стул. И сказал мой черт, ну что, старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз, и айда в стремена, и еще чуток погрешим. И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей придавать гуртом. А то, что придется потом платить, ну так ведь это ж пойми, потом. Аллилуйя, 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 а потом. Но зато ты узнаешь, что такое грех, этой горькой порой сидим. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прожитых лет. Когда вместе со всеми ты скажешь да, и вместе со всеми нет. И ты будешь волков на земле плодить, и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, ну так ведь это ж пойми, потом. Аллилуйя, 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 а потом. А что душа, прошлогодний снег, авось пронесет и так. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в золу? Давай, старина, бери перо и вот здесь распишись в углу. И черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. И я спросил его, это кровь? Чернила, ответил он. Чернила, ответил он. Спасибо большое. Спасибо.